Во время общенационального карантина телеканал «Репортер» выехал на расстоянии 200 километров от областного центра. Мы в Ананьеве проводим свой рейд по аптекам, выискиваем дефицит масок и антисептиков. Небольшой спойлер, в провинциальном Ананьеве ситуация ничуть не лучше, чем в миллионной Одессе. Едва ли не единственную пару медицинских масок мы находим в центре Ананьева. Цена 14,50 за штуку. К слову, товар отпускают в аптеки через окошко. Из-за карантина дверь закрыта. Так называемые санитайзеры здесь предлагают изготовить по принципу «сделай сам». Благо, спирт еще не разобрали. А давно уже нема масок? Нет, мы сегодня еще немного продаем, но их уже осталось буквально одна-две штуки. Ну так, немного паника есть, конечно, потому что и смс присылают, с Минздрава сидят дома, никуда не ходят. Но все равно и за хлебом надо пить, и сами понимают. В двух минутах ходьбы расположена еще одна аптека. Здесь нет никаких средств индивидуальной защиты. Последние, которые сюда привозили, стоили гривна за штуку. Учреждения говорят, спрос на дефицитный товар есть, но все более-менее спокойно. Никто аптечные прилавки не штурмует в ожидании средств защиты. Спрос есть на эти? На маски? Спрос есть, но мы предлагаем, чтобы они сделаны своими руками. Можно сделать из бинты, есть марля, и можно сделать из подручного материала маски. Очень популярный товар – это антисептик. Антисептики у нас есть, салициловый спирт, камфорный спирт, календула у нас сапиртовая есть, хлорбексидин есть, в принципе, ворный спирт. Через дорогу еще одна аптека с жизнеутверждающим названием «Желаем здоровья». Маски здесь есть, правда, они на провизорах. Для продажи нет ни защитных повязок, ни антисептиков для рук. Аптекари говорят, поставщикам заказываем, но в ответ тишина. Сейчас нет. Ничего не меньше. Ничего не меньше. Антисептиков нет, масок нет. Животаж большой? Да. Стерилиума нет, ничего нет. Ахеде нет, стерилиума нет. Тоже запитывают? Да, много запитывают. А чего не привозят, если есть попут? Это вопрос не до меня. Уже 17 марта Ананев, равно как и другие районные центры, начнет жить по условиям ужесточенного карантина, с работающими в исключительном порядке продуктовыми магазинами и аптеками. Правда, без элементарных вещей в период эпидемии такой режим работы ананевских аптек нормальным считать нельзя. Виталий Хеми, Константин Нищерет, телеканал Репортер.